Приветствую, друзья! С вами Сергей, и сегодня необычный формат видео и, конечно, необычная тема. Хотя, в принципе, может быть и обычная. Начнем с первого. Сегодня я буду записывать на свой любимый телефон, на айфончик, и я считаю, что качество звука и качество картинки этот инструмент решает идеально. Я перестал записывать на зумы, на стримлабы, на ноутбук, таскать его с собой. Вот есть же travel-блогеры, да, вот они записывают и достаточно успешно записывают на всякие там GoPro-шные камеры и все остальное, да. Моя задача это показывать, кто я, что я себя представляю и, конечно, чем я занимаюсь. И если вам откликается мой образ жизни, если откликается то, чем я занимаюсь, смотрите. Если не откликается, в мире не я один блогер, и каждый из вас может выбрать для себя. Но самое главное, наверное, что я остаюсь честен с собой, честен с аудиторией, и я, наверное, тот живой пример, как можно человеку из далекой глубинки двигаться к каким-то определенным достижениям, высотам. И чем я занимаюсь, я об этом рассказываю. Я хочу перестать монтаж делать видео, все остальное. Я хочу просто записывать качественные, хорошие темы, подкасты для того, чтобы вы ими пользовались. Я думаю, у меня с этим все получится. Поэтому я хочу быть свободным, последовать на телефон всегда со мной. Я могу вам делать любые такие нарезочки, кругляшочки, кто как угодно называете. С этим вступлением покончено. Идем дальше. Сегодняшняя тема будет интересна, наверное, многим, потому что многие, кто знает меня, они спрашивают, Сережа, вот почему именно H7 ты выбрал? Потому что есть множество разных тем в интернете. Стейкинг, скальпинг, снайпинг, реварды, трейдинг классический, фьючи, деривативы, открытие своей шаурмы, бизнеса, инвестирование в недвижку, через кредитные всякие истории. Почему именно H7? Почему ты рассматриваешь, вот как мне задают вопрос, именно Серега, что такого в H7? Почему именно это? И сегодня я приведу конкретные доводы и аргументы в адрес H7 и покажу преимущества данного инструмента и почему это круто. Начнем с самого простого. Самое главное, что каждый человек хочет вообще чем-то заняться, вот у любого спросите, да? Вот все мы делим свою жизнь на несколько этапов заработка денег. Да, ну то есть мы не берем школу, сразу берем классическую работу. Даже во время школы мы ходим, грузим, носим, бутылки собираем, все что угодно. Я это уже прошел, черничку, лисички и все остальное. То есть я это знаю. Это подработка. Первое, что это очень маленькие деньги. И эти деньги тяжелые. Чем тяжелее деньги, тем тяжелее с ними прощаться. Простой пример. Я когда в детстве был, лично в своем примере, я сегодня только практика будет, я никогда не оставлял чаевых. И вообще не понимал, для чего это. Ну, блин, как это так? Я и так заплатил за еду, почему какой-то девочке или мальчику, там, смазливому я должен оставить чаевые? За качество обслуживания? Блин, так она уже вложена в стоимость еды. Я никогда этого не делал и не оставлял. Но прошло время, и я даже в текущем формате всегда оставляю чаевые. Это 5-10% от стоимости заказа. Пошли на 100 буннов покушали, 5 буннов поставьте. Ну, как отче наш. Пошли там на 100 баксов заказали себе еду, от 5 до 10 долларов поставьте чаевые. Это нормальная практика. И это как бы твое волеизъявление. Хочешь ты за качество обслуживания оставить или не хочешь? Если честно, ну, вот, где еда 40 минут шла, то вряд ли ты этого сделаешь. И у меня был такой показательный случай в жизни, когда мои родители приехали ко мне. Я тогда в Беларуси еще находился. И я оставил чаевые. Моя мама сказала, забери эти деньги. Сереж, не надо. И в тот момент я сказал, мам, не трогай, ну, все нормально. Я понял, что такое тяжелые деньги. Тяжелые деньги – это когда ты тяжело с ними расстаешься. То есть, чем легче деньги, выиграл в казино, все, пошел, пропил, отлично. Это легкие деньги, да? А проиграл в казино, ну, это твой косяк, отлично. Там, главное, не забухай и не вынеси ничего с дома. Вот. А тяжелые деньги, с ними всегда тяжело расставаться. И вот мы в детстве зарабатывали тяжелые деньги. И меня родители всегда учили, что деньги – это труд. Тяжелый труд. А я, наверное, пошел по другому пути и для себя решил, что деньги – это не труд. Деньги – это труд вот здесь. Самодисциплина и степень риска, которую ты на себя берешь. Потому что, если ты не берешь на себя стабильность, вот, отучился у школы, пошел на завод, потом пошел, женился, пошел на пенсию и умер. Ну, то есть, вот это вот стабильность. Она стабильность – это у каждого своя. Так вот, я первое, что хочу сказать – тяжелые деньги, с ними тяжело прощаться. H7 – это легкие деньги. Объясню потом, почему. Идем дальше. Второй момент – это, ну, вот, отучились, мы пошли работать, все отлично, мы работаем на работе. И нам говорят, в идеальном мире, да, говорят, вот, учись, хорошо, даже дипломы кто-то купил. А потом приходят специалисты, ну, я не знаю, космонавты, гинекологи, как я их называю. Вот, в чем-то мне понравилась Россия, да, в своем жизненном пути, когда я приехал, там полтора года находился, работал. Я когда в Беларуси устраивался, да, на работу, у меня среднее специальное образование с отличием, да, высшее, незаконченное. Ну, я просто не вижу смысла учиться, но даже со среднеспециальным я приходил, и мне говорят, так, вот, в ВТРе ты максимум можешь быть бухгалтером. Все, дружок, дальше ни-ни, иди покупай себе диплом, иди курсы заканчивай, но это баста. А когда я приехал в Россию, я устраивался на работу, мне сразу сказали, я говорю, ну, у меня есть диплом, там, среднеспециальный, говорят, выкинь его нафиг. Вот, работа, садись, вот тебе задание. Делаешь за 20 минут, ты принят. Им плевать, потому что эти дипломы продаются в каждом метро. А люди, как это сказать, люди тратят по 2-5 тысяч долларов для того, чтобы получить этот диплом. Так вот, смысл в том, что дипломы, они как бы, и вот эта вот стабильность образования, ты понимаешь, что получив диплом, ты максимум получишь потолок какой-то, который ты не перепрыгнешь. Ну, все, там, тысяча долларов, получаешь 3 тысячи долларов, тебе придут. Придут и скажут, а какого ты получаешь 3 тысячи? Ну, это первый момент. А второй момент, тебе просто скажут, ты знаешь, у меня вот сынок подрастает, девочка моя подрастает, дочка. Она, правда, не умеет, ну, не знаю, там, грузчиком работать, но начальником склада с удовольствием. И ты, друг, начальник склада, иди лесом. Вот эта стабильность. И, как бы, почему я говорю, что верхняя планка денег, после вот нашего, как ты вышел на работу, она фиксирована. И что Беларусь, что Россия, что другие страны СНГ, да, ну, там, не так ценится образование, как это ценится в Европе, да, и там ты можешь найти квалифицированную работу. Там люди всю жизнь строят карьеру. У нас же, вот в наших постсоветских странах СНГ, у нас, ну, образование вообще нафиг не нужно, и карьеру строишь ты для того, чтобы на пенсии получать 300-400 долларов. Это страшно, смешно, обидно, но так оно и есть. И в этом ключе я скажу, что если в первом случае мы сколько работаем, столько и получаем тяжелых денег, то во втором случае образование и работа, она не дает, она дает потолок денег, которые вы зарабатываете. И если вы этот потолок перешагнете, то в какой-то момент времени вас легко, быстро осадят. То есть, дружище, подожди. И третий факт – это свой бизнес. Я уверен, каждому из вас, мама или папа, говорила, сынок, отучись, все, потом возьми кредит, либо поработай 2-3 года, открой свою кафе, как мне родители говорили, или ресторан, и начни зарабатывать денег. Они не говорили никогда, что будет налоговая, пожарники, санэпидемстанция, панция, ну, там вот это вот, ну, милиция, инспекции, вот это вот. Потом еще тебе придут люди, которые тебе скажут, «Друг, мы тут уже 10 лет работаем, а ты тут вот молодой, а кому ты платишь?» Короче, это наследие. Я говорю из своей жизни, поэтому я никогда не открываю ресторан. Во-первых, ты влазишь в долги, в кредиты. У нас открыть ИП в Беларуси проще, чем его закрыть. То есть, вот такие вот нюансы собственного бизнеса, они несут огромные затраты. Потом ты влазишь в жопу, а потом ты не знаешь, как из нее выбраться. Вот. И мы теперь разобрали, вот буквально за 10 минут, три основные пункта. Тяжелые деньги детства. Может, даже кто-то сейчас за них работает на основной работе, а потом подрабатывает. Но это тяжелые деньги. Второе. Это ограничение планки, в которой вы находитесь. Это государственная работа, выше которой вы не прыгнете и живете, проработав 30 лет, боитесь, что 2 года до пенсии вас выгонят оттуда. Это второе. И третье. Открытие бизнеса. Теперь давайте разберем бизнес. Все мои слова и факты, ой, все мои слова вы можете проверить фактами, просто порывшись в интернете. Потому что, когда я какую-то тему разбираю, я стараюсь сначала в нее углубиться, а потом уже от этого прыгать. Итак, возьмем, вот я просто открыл чат GPT, поискал по другим. Где-то говорят, что сколько приносит бизнес в разных сферах услуг. Допустим, торговля, производство, услуги, IT-сектор. И если мы берем конкретно услуги, то, допустим, для россиян 50-70 тысяч России. Но если это какое-то производство, то 15-20 тысяч. И мы говорим за старт, то есть у тебя еще не налажены цепочки, ничего, конкуренция душит. То есть я искал больше в процентном соотношении. И вот какая статистика в процентном соотношении есть. Если вы, вот, доходность среднего бизнеса может варьироваться в зависимости от отрасли. И торговля, или розничная оптовая торговля, это 5-15% ежемесячной прибыли. Производство от 5 до 20%, все зависит от выручки. И услуги в пределах 10-30% от выручки. Да, в принципе, так оно и есть. Объясню почему. Торговля всегда есть у вас. Брак, там, что-то не продается, что-то портится, шарики, фонарики. Производство, это износ оборудования и каждый раз даже тот же майнинг. Ну, возьмем, это же производство. Да, устаревает, асики покупать. И вот в среднем 5-20%. Все еще зависит от диапазона, в котором вы обналичиваете крипту. По самым низам, допустим, вам нужно платить по затратам. Либо на самом хаях. То есть, ну, и услуги, да, любые услуги. То вы консультируете, то вы стригете, то ли вы еще что-то голову моете. Ну, всякое бывает, да, там, людям. Кому-то там пирсинг кто-то делает, кто-то татушки бьет. Это услуги. Здесь конкретно нужно оборудование и ваш скилл. Скилл, который вы продаете людям. Здесь самая большая выручка, 30%. А теперь давайте обратимся к, вот мы разговариваем сейчас за бизнес, да, обратимся к основному аспекту. Что нам нужно для открытия бизнеса? Для госработы нам достаточно свое тело занести на завод. Для подработки нам достаточно прийти и выбрать себе, ну, по здоровью, сколько нам оплатится денег за тот либо другой рабочий день. То есть, дельно-премиальное, да. Если мы идем в бизнес, мы уже понимаем, какой процент прибыли мы имеем. Но что нам для этого нужно? Нам для этого нужно знать тему, научиться в ней разбираться. Самое главное, вы хозяин бизнеса, вы должны понимать конкурентов, вы должны строить цепочки, договоренности и при этом отбиваться от кучи стервятников, которые прямо хотят вас проверить. Вот поймите, был бы бизнес, да, к чему-то колупаться у госорганов всегда найдется. Всегда. Ну, если в Европе еще так поменьше, то в СНГшках, то есть человек, на него будет статья, как говорится. Так вот, что дает нам хэш-7? Давайте сразу разберемся. Первое, мы вот общую вводную мы понимаем. Открытие бизнеса. Нужны затраты? Конечно. Ну, нужно у друзей побегать там, я открываю там шиномонтаж. Кстати, слушай, мне бабка дала гараж, гараж уже есть, все, аренду платить не надо. Нужен инструмент, нужна клиентура. Ну, давай хотя бы своим ребятам бесплатно пока подделаем тачки, да, заработаем авторитет. Но вложение первое не 100 долларов, правильно? Хэш-7, 100 баксов, вы получаете инструмент. Чувствуете разницу порога входа. Второе, открыли вы, все, первые пацаны приехали, сказали, ну, давай, Серега, мне тут коленвал заменим. Я что-то не знаю, что это я в машинах вообще не разбираюсь. Ну, могу показать там шины, колеса, двери. Вот, ладно. Второе, приехал вам Саша, Антон, Кирилл, Петя. Четвертый приехал милиционер и говорит, здравствуйте, нелегальная деятельность. А ну-ка, друзья, заплатите штраф и идите оформлять ИП. И вы идете, оформляете ИП. Ладно, милиционер не приехал, да, пошли вы оформлять ИП. Дополнительная затрата. В H7 компания зарегистрирована, вы просто рассказываете людям. Все, 100 долларов вход. Идем дальше. Доходность. Как мы и сказали, услуги 10-30% в месяц. При этом, это при хорошем бизнесе. А в лучшем случае, вы первых 5-6 месяцев будете просто в минусах. Вот просто в минусах. Я вам обещаю, вы будете набирать долги. Знаю, проходили, было свой бизнес. Был закрыт. В Беларуси еще. Так вот. Что скажете? Какая доходность? Вот лично я, да, вообще никакие там мемы не использую. Все. Биток, эфир, BNB. Томп. 4 монеты, 8-12% в месяц. При этом, я не просто в долги влажу, как многие в бизнесе, да. А я при этом накапливаю свой актив. Вы должны это понимать, что каждый 10-20, 50. Представьте, вам дают друзья, да. А вы это не раздаете. Ну, там, взяли у друзей денег, там, на свою. Ну, вот у нас отлично зашла тема, что на монтажа. А вы эти деньги не в налоговую несете, не в милиции, не пожарникам, не в санэпидемстанции. А вы покупаете оборудование на автосервис. Круто же. Которое реально с каждым годом дорожает, а не дешевеет. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Когда крипта каждый год дорожает. То есть, вы постоянно идет влив денег. В хэш-тем аналогично. Вы вливаете, увеличиваете свой капитал. И на свой капитал получаете 8-12%. При этом, мы не разбираемся ни в чем. Абсолютно. Нам не нужно знать, чем отличается карбюратор от генератора какого-нибудь. Или не нужно знать, какой протектор должен быть на колесе зимней и летней резины. Шипики или не шипики. Лысая она или не лысая. Вам вообще на это по барабану. Вы просто берете, устанавливаете приложение. Запускаете 4 монетки. И просто накидываете денег. И, как ни странно, эти деньги находятся у вас. Ни в какой-то другой компании. Ни в чем-то еще. Именно у вас на вашем аккаунте биржи. И тут сразу оговорочка. Друзья, при том, что вы, как это так сказать правильно, да, вы же гараж закрываете на ночь. Вы же сигнализацию ставите. Логично и здесь. Вы проходите двухфакторку. Верифицируете свой аккаунт. Подключаете смс-оповещение на почте. И закидываете деньги. Все просто. Теперь приземленность бизнеса. Я был в Беларуси, но в какой-то момент решил, что хочу жить на море. Справа море, слева горы. Я снимаю квартиру. Да, я, ну, как бы, живу в другой стране. Цены здесь такие же, как в Беларуси. Я не скажу, что дороже или нет. Да, на квартиры дороже в два раза. Ну, а продукты самое главное. Продукты такие же. Я просто сел на самолет и прилетел в другую страну. И живу здесь. Вопрос. Если у вас шиномонтаж, легко ли вам в моменте путешествовать? Наверное, нет. Третье. Ой, пятый, десятый. Какая разница? Общие картины рассказываю. Следующее. Вы сидите на море. Вот я вчера сижу на море. И у меня зум. Ну, зум наш лидерский по ОХСМ. Потому что буквально завтра у нас 7 месяцев этому инструменту. И я на зуме разговариваю с ребятами. И мне понравилась фраза Макса. Он говорит, я на море сижу. Он говорит, ну, круто же, да? Иметь бизнес и везти его с моря. Вы на море много бортовать колес будете? Мы говорим за любую. Кондитерскую, что угодно. Там, печь булочки. Ну, обслуживать парикмахером. Там, сидеть, да? Когда ветер вот так вот дует. Вам легко? Кажется, им дает эту возможность. Сидите. Отдыхайте. Зарабатывайте. Теперь идем дальше. Итак. Давайте подведем такой жирный, главное, жирный итог. Первое. Бизнес открывается за 100 долларов. 100 долларов и все. Второе. Все инструкции и инструменты для хэштем уже есть. Боты есть. Где человек сам ознакомится. Во все, что вы влетаете, в любой шиномонтаж, ну, там, я не знаю, услуги, как стричь и что, вы нанимаете специалистов, которым платите деньги. Здесь ничего не нужно. А все инструменты у вас уже под рукой. Следующий, третий момент. Это увеличение актива. В любом классическом бизнесе вы вливаете деньги в свой бизнес. А здесь вы вливаете конкретно в свой актив, который всегда имеет ценность. Всегда. И со временем он растет. Следующее. Свобода перемещения. Вы не привязаны ни к одному месту. Вы юридически защищены компанией, которая официально зарегистрирована, и юридически защищены от биржи, где вы верифицируете свой аккаунт. Ну, и, наверное, пятый, самый главный. Это процент, который вы получаете. Вы много видели бизнесов, в которых вы зарабатывали без 100-150% годовых? Да, можете положить в банк под 2% или под 1,5% годовых. И с инсляцией 18% жить. Вы можете положить деньги в фондовый рынок. И тоже с этим жить под 25% годовых. Вы можете свои деньги отдать в доверительное управление. И просрав их, вы тоже будете с этим жить. Вы можете строить бизнес, большую бизнес-команду и все остальное. С инструментом. Вот простой пример. Я был в Америке, и все это знают. Около 3000 партнеров. Круто, правда? Более 4 миллионов средств в оборотке было. Где Амир? Как вы думаете? Хотели бы вы потратить 5 лет своей жизни? Ну, 4. Я 4 потратил. На то, чтобы сформировать такую команду. Чтобы строить такой бизнес, который закроется. Берем простой пример. H7 закрылся. И что? Ну, может быть такое. Да, вот сломался, все, закрылся. Да? Что делаем? Да ничего. Да, окей, разлетелось партнерское. Ну, то есть, ты не получаешь как бизнесмен деньги, но все деньги у людей на аккаунтах. И если ты занимаешься любым другим следующим бизнесом по шоку, эти люди, не сделав ни одной потери, пойдут за тобой. Я думаю, ну, тут все логично и понятно. Теперь я спрошу у вас. Вы готовы строить бизнес именно в такой модели? То есть, выбор у каждого есть. Каждый может решить для себя, ай, Сережа, что ты лепишь? Все, иди в баню. Не хочу с тобой не иметь вообще никаких дел. И вы будете правы. Ну, а почему нет? Заводы открыты, бизнесы открыты. Я ушел из вот этой вот, как это сказать? Я ушел из вот этой составляющей, когда мне приходилось записывать море видосов. Приходилось объяснять. Приходилось говорить, записывать, показывать. Я провожу индивидуальные консультации. И, как ни странно, одна из них прямо сейчас для вас. Я рассказываю, почему я выбрал это направление. Я рассказываю, почему я не хочу бегать с ноутбуком или сидеть перед кучей камер и все остальное. Ну, у меня сверху, вон, дует кондиционер, лампочки включены, и слава богу, да? И, выйдя на улицу, я могу снять на телефон. Но я хочу доносить контент. Я хочу именно вот в этом направлении двигаться. Не в направлении того, что... Как на меня посмотрит, какое... Я 6 месяцев, я достиг того, что у меня уже вчера, кто видел мой пост, 666 партнеров. Я множество работаю, множество действий для этого сделал за полгода. Скажите мне, пожалуйста, вот мой текущий доход свыше 1000 долларов в месяц. Скажите мне, пожалуйста, вы, работая 30 лет на заводе, 30 лет, вы, выйдя на пенсию, будете получать 1000 долларов? А, может, вы скажете, Сережа, да что ты лепишь, государство обо мне позаботится. Серьезно? Вот вы об этом думаете? А какой зарплаты вас позаботятся? Вот мои, допустим, мои родители получают пенсию там в 120 или 160 долларов. Ну, это 400 рублей белорусских. А сколько у нас курс? А, 3,7, 120 долларов, да. Может, за 200 долларов в России у вас позаботятся? Или 1000 каждый месяц, потратив на это полгода? Каждый решает сам. А как, Сережа, а кому рассказывать, а кому показывать? Набери мне, просто позвони, вон, мои контакты есть. И я тебе на своем примере, живом примере покажу, что это можно делать. А нет, смотри видосик, пирс, мир, труд, май тебе. Ну, и больших денег на твоей работе. Я просто устал, наверное. Я рассказывал, 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 долбился. А потом в одну вещь понял. Ну, долбился в стену непонимания. Я, кстати, ролик переписывать не буду. Может, кто заострит на этом внимание. Ну, ладно. Вот. А потом понял одну вещь. Я хочу ездить на такси. Хочу ходить в кафе, чтобы мне приносили кофе. Я хочу путешествовать. Я хочу, чтобы кто-то водил самолет. Профессионалы должны быть. И я хочу, чтобы эти люди были. И этих людей должно быть 95%. А таких, как и я, и кто идет по этому пути, будет 5%. Я вчера разговаривал с человеком, да, и я немножко обалдел. Я разговариваю с человеком, я говорю, какого ты статуса? Он говорит, я четвертого. Я говорю, я тоже четвертого. Я говорю, а сколько ты зарабатываешь? Ну, так вот. Сол-сол. Но мне не сказали. Но по инсайт информации есть люди, которые, как я, по тысяче. Я самый плохой, наверное, пример. А которые зарабатывают от 30 тысяч. Так-то. В месяц. А теперь подумайте. Вы в жизни таких денег не видели. Люди, многие берут ипотеку на 10 лет. И живут вот этой мыслью. Выплатил за 8 лет. Слава тебе, Господи. А потом он сидит в этой квартире. И когда ему говорят, а хочешь мир увидеть? Нет. Я 20 лет отдал этой квартире. Нет. А потом дети сидят и думают, когда эти родители уже откинут. Лапти для того, чтобы занять эту квартиру. Вы таких врагов хотите себе? Или хотите дать детям чего-то, а не упрекать их в том, что ай-яй-яй, там, я же квартиру купил, а ты что, балбес, сделал? Так что, ребят, принимайте решение, думайте. Хотите вы рассказывать об инструменте? Многого не надо. Если мне человек говорит, Сережа, я с удовольствием хочу начать зарабатывать в хэш-7, но у меня нет 100 долларов. Я сразу говорю, найдешь 100 долларов, будем разговаривать. Потому что человек хочет открыть бизнес, но у него как-то находятся 3-5 тысяч долларов, да? А в хэш-7 это сложно. Четыре кнопки нажимать сложно. Ай-яй-яй. Тогда изучай, что такое коленвал. Да. И распредвал. И чем они отличаются? А потом бери вот плюс-минус, дотрагивайся и ищи поломку в электрификации машины, где какие провода закоротили. Это же легко, правда? Ну, то есть, я в шоке. И когда мне человек говорит, ну, не знаю, найду грошу, буду приходить. Ну, найдешь деньги, приходи. Нет, сиди, облизывайся. Ну, потому что это реально, правда. Человеку сломал пальчик, он тут же 300 баксов нашел на операцию. Человеку говоришь, на тебе инструмент, иди работай. Он такой, вот, просто возьми инструмент, возьми партнерскую ссылку, возьми все партнерские промо-материалы и иди с ними работать. Не умею общаться. Ничего страшного, с друзьями за стаканом водки, да? Ты очень разговорчивый. А вот об этом молчи. Да возьми себе 100 баксов, закинь на баланс, покажи. Вот я бакс заработал за неделю. Чувак, не скажи, ну, что это доллар, скажи. Ну, тогда не стреляй, у меня больше сигареты. По крайней мере, я сигареты себе окупаю. Ну, вот такие вещи люди. Поэтому, кто поймет, тот поймет. Кто не поймет, печаль война. Но, почему я взял себе этот бизнес, почему я развиваюсь именно в Х7, я рассказал. Я перестал тратить время на то, что многим не нужно. Я свою энергию направляю в определенное русло. Работаю только с теми, кому это нужно. Если вам это нужно, берете ссылку. У меня спрашивают. Вон, моя ссылка уже есть везде. Берете ссылку, регистрируетесь. Платите за лицензию. Заводим депозит. Запускаем инструмент. Идете своим друзьям, рассказываете. Выходите на доход. 100, 200, 300 баксов в месяц. 500, 1000. Полгода. 1000 плюс. Радуйтесь жизни. А если не хотите этого, сидите и облизывайтесь. С вами был Сергей. Всем peace, добра и больших доходов. Пока-пока.